Озеро Возвращенного Меча Фрутик можно сказать После мостика тут впереди тикет-контрол какой-то Если можно на месте билеты купить, то пойду Возвращаться уже не стану Вид в другую сторону с мостика Как раз самый исторический центр города Возвращаться уже не стану Возвращаться уже не стану Вечерный Ханой Шум, гам, трендец полный Но мне очень нравится такая энергетика В Кашамине чуть поспокойнее Но тоже, в общем-то, здесь, конечно, полный налет Пешеходная улочка, рыночек Ну, наверное, туда и пойду Задача покушать И завершить сегодняшний нелегкий, в общем-то, второй день На второй день я вернулся на озеро Возвращенного Меча Чтобы попасть-таки на остров Вот по этому мостику Называется Нефритовый остров На нем находится Нефритовый храм Первое, что я обнаружил на Нефритовом острове Это вот это вот деревце На котором растет карамбала Старфрут Собственно, первый раз вижу, как она растет вживую Прикольненько А вот и сам храм Сейчас посмотрим внутри его Внутри очень красивый алтарь Такой выедноско-китайском каком-то стиле Замечательно просто Еще один алтарь внутри Уже как бы во внутреннем зале В общем, все красиво И ящичок для пожертвований Какие-то, кстати, необычные фрукты тут Первый раз такие вижу А внутри Троянский конь А вот и та самая черепаха Которая, по легенде, прибыла, чтобы забрать меч Поэтому, в общем-то, озеро и называется Озеро Возвращенного меча А вот еще деревце, на котором растет помыло Все настоящее при том Позади Пагды Отправляюсь в круиз по заливу Халон Сейчас плывем на маленькой лодочке Чтобы пересесть потом, надеюсь, на хороший все-таки корабль В общем, плывем по заливу Халон Вот такие сотни или тысячи островков Очень круто даже, несмотря на несомнительную погоду А может быть даже так и чем-то интереснее А вот так это выглядит с верхней палубы Товарищи корейцы тут устраивают съемку Ну что, очень все пока круто Субтитры сделал DimaTorzok Такой вот отсыл вид на Халонг Бэй Пещера на одном из островов Прибывает лодочка, но не наша Мы уже высадились на островок Для каякинга и вроде как купания Хотя, мне кажется, холодновато вообще Воничка, но не знаю Ну вот, собственно, пляжик Предлагается здесь либо сейчас купаться Либо лезть на гору, делать красивые снимки Я, пожалуй, полезу Ну вот я забрался Не на самый, правда, верх, а до какой-то промежуточной площадочки Вот такой отсыл вид открывается Уже красиво довольно Сейчас посмотрю, стоит ли лезть дальше Ну что, я добрался До полстуки, до вершины Но до того стоило И к тому же после Вулкана Эйджин У меня уже никакие подъемы не страшны Тем более по ступенькам Ну, по-моему, конечно, охранительно вот это все выглядит Очень Ну и традиционная панорамочка Куча какие-то стрекозы слетает Вообще просто сюрприз Ну, по горам налазились На каяке наплавались Замерзли Душ приняли, согрелись И, в общем, вот Уже вечер Смерка Ну, сумерки сейчас Камера чуть потемнее снимает Чем есть на самом деле Вот, но очень красиво В общем, сейчас будет релакс полный Ну, а вот так выглядит каюта внутри На нашем кораблике Приходится делить ее С другим товарищем Вот, поскольку За отдельную требует доплату Вот, ну, в принципе Как бы тут переночевать только ночь Все вполне комфортно Ну, и санузел, в общем-то Вполне себе приличный Душ Толчок Умывальник Все такое, в общем-то Приличное, симпатичное Утро следующего дня Возвращаемся Обратно Но уже другим маршрутом Сегодня Будут другие острова Вот И такой вот Утренний релакс Плывем В общем Краби отдыхает В сравнении с этой картинкой А вот эти самые знаменитые два островка скалы Которые так часто встречаются на открытках Вот Оказалось, что они совсем крошечные Вот Я-то думал, что это будет два больших острова Вот еще Не такой известный, как те два маленьких Но Тоже не менее симпатичный островок Довольно интересный Ну На этом мы покидаем Вот это Не знаю, как правильно назвать Местерасположение Сотен Если не тысяч Маленьких островов И не очень маленьких И плывем к берегу Сегодня у меня Снова культурная программа В городе Вот приехал в храм литературы Так называемый Вот Пошел исследовать Ну вот Добрался до музея Хошемина Такой вот он монументальный Побольше, чем Наш Ленина Вот Вокруг все оцеплено Похлеще нашей Красной площади Еле пробрался А вот и пагода на одном столбе Не знаю, что они пожалели столбов Или сперли В общем, пришлось строить на одном По какой-то причине Ну так Оригинально Ну и такой вот у нее алтарь Внутри этой пагоды А это, судя по всему Музей Хошемина Прямо рядом с пагодой Находится И, соответственно, недалеко от маузолея Все рядом Ну вот еще рядом С музеем Какая-то красивая Ландшафтная композиция Перед отбытием Сапу Зашел еще разок На озеро Возвращенного меча Прогуляться тут вечером Поснимать Очень красиво Ну что ж Я приехал в Высокогорный Город Сапа На севере Вьетнама Как его еще называют Вьетнамская Швейцария И заселился в такой вот Замечательный Отельчик В колониальном стиле Очень все здесь Мне нравится пока Уютненько Вот такой вид открывается у меня С балкона Может быть не самый шикарный Но и Не самый хреновый По сравнению с отелями В больших городах Вот Самое главное, что Очень красивый городок И потрясающий воздух здесь Выбрался на прогулку Центр Сапы Церковь Церковь Центральная площадь Улочка Симпатичная И гора на заднем фоне Сегодня я взял байк И поехал исследовать Окрестности Сапы Буквально, наверное, отъехал Метров 200-300 По серпантину И Вот такие виды Здесь открываются Фантастические Очередная остановка Дальше не пускают на байки Говорят, надо оставлять Здесь идти пешком Вот такой хитрый механизм Используется тут Для Измельчения Чего-то в ступке Причем все это При помощи Сточной воды Так что Ничто не пропадает Зря здесь А вот и буйвол Прямо на дороге Местные детишки Его кормят Растительностью Всякой Местный парень Местный парень работает На рисовых террасах И вот прям Ути Или гуси Такие прикольные Пушистые А вот и Поросятки Прогресс Прогресс пришел в деревне В эти окончательно Вот Каткат вью Фри вайфай Кафе бир А тем не менее Труд еще до сих пор Ручной Традиционное Жилище Хмонгов В Ду-3 Ну тут вот Я не один Ну и конечно же телевизор Какой-то праздник У местных сегодня Поют песни Пахнется Алкоголем В общем так Крылично пахнет И тут же рядом Живность Клеет говно Ну Я почти добрался До водопадика Это такой Небольшой водопадик Скорее искусственный А вот там Вот Невероятно настоящий Последняя остановка Для Фотосессии И Еду на Наемом байке На стоянку Где оставил свой А это вот Судя по карте Местная школа То есть Каждый день Детишки лазят По всем этим Ступенькам Вверх-вниз Чтобы Поучиться Как сказала хозяйка Утиные яйца У них высиживает Вот эта курица И вот утята За ней Носятся Как за мамкой А Утка или гусь Что-то их гоняет Ой Ну в смысле Утка или селезнь Их Гоняет Почему-то Ну и сверху Практически И сапы На все это безобразие Вот такое вот А вот такой вид Открывается Из моего отеля С общего балкона Я не знаю Та самая Это гора Вот там вдалеке Самая высокая Гора Фонсипан Или нет Но Судя по всему Очень похожа Ничего более высокого Я здесь пока еще не видел А вот сейчас Кажется Вполне реально Засняется потоки Облаков Это именно облака А не туман В общем Все как Когда взлетаешь Или садишься в самолете Ну что Сегодня с утра Весь день льет дождь То слабее То сильнее И вот В момент Когда он Немного прекратился Я сдуру отправился На гору Хамронг Которая находится Прям В общем-то Вход на нее находится Внутри города В черте города Вот Это такой В общем Ну типа парка Разбитый на горе С платным входом И Красивыми Всякими Садиками Ви-поинтами Вот И вот на этом Ви-поинте По обещаниям Открывает Должен открываться Самый красивый вид На гору Фонсипан Ну Погода Вот Подвела Вот она гора За облаками Зато очень красиво Внизу Видит весь город Ну вот Дождик кончился Вылезло солнышко Ну как бы Еще не до конца Но пробивается Сквозь тучи И вот отсюда Очень хорошо видно Движение облаков Эффект Конечно Потрясающий Так что Возможно Сейчас распогодится И что-то Получится снять Я имею ввиду Гору Ну На этой горе Конечно Не обошлось Без привала Где можно Поесть Попить Вот И Среди всякого Разнообразного Барбекю Тут Есть какие-то Очень интересные Птички Там видно Или нет В общем Я Решился попробовать Что это за воровушек Или голубь Взял на пробу В общем Вот он Мой сегодняшний обед Греется Тут имеется Даже очаг Вот Сел рядышком Погреться Покушать Для пота Ну вот После сытного Довольно Экзотического Обеда Я отправился В сад Очень красивый Тут разбит И снова вид на город Но этот раз На фоне Пальмочек Которые В общем-то Нетипичны Насколько я понимаю Для этой местности А вот и гора Просвечивает Сквозь облака Буквально Только что Все было скрыто Сейчас набежал ветерок Немножко Разогнал тучки Ну Хоть так Ну это точно Какой-то Скайрим Прям Ходишь И вспоминаешь Локации из игры Дорога В святилище Азуры А вот и место силы Даже Заклинания начертаны Ну точно Скайрим Такое ощущение Что игру Прям вот Делали Вдохновившись Этими местами Ну вот я добрался До самой высокой Благоустроенной Смотровой площадки На этой горе Повыше уже Так понимаю Залезть невозможно Разворотик Видно что Ни хрена не видно Сплошное молоко Зато отлично слышно Шум Машин Байков Снизу И Там на сцене Сегодня Готовятся к фестивалю Площадка Не очень симпатичная Вот этот небольшой пятачок Каменный А здесь вот дальше Металлический настил Что-то Никакой эстетики Чисто Практическую Свою функцию Выполняет Вот эта узкая тропинка Ведет На эту самую вершину На эту площадку На которой я сейчас стою Ну что Вершину покорили Спускаемся вниз По этой живописной дороге Ну все Теперь точно вниз Возвращаюсь Это уже скоро вечер Пора выбираться В город Сегодня последний мой день В Сапе Я поехал На прогулку С Дэвидом Немцем В деревню Тафин Такие виды Вот открываются По дороге Ну вот Мы въехали Уже на территорию Где расположена Деревня Ну еще не сама деревня Как на подъезде к ней Такие вот Рисовые поля И горы В деревне Меня позвали Внутрь дома Пригласили Это деревня Красных Дзяо Тут же прям Рабочее место Где делаются Все эти поделки Интересные Тут же очаг Для тепла Видимо Прям внутри дома А тут вот Для еды уже очаг Для приготовления пищи Еще Одно Место Приготовления пищи Здоровый чан Для еды На всю семью И тут же прям Цыплятки бегают В доме Ну вот В конце деревни Тут находится Пещера какая-то Описываемая Так же везде Ну сейчас Спущусь Посмотрю Что там Ну внутри Тут вот так вот Темновато Ну с фонариком Неплохо Капает водичка С потолка Пойду-пойдусь Насколько Хватит Прохода Ну там Какой-то лаз Есть пещеру Вниз Но Уже Слишком крутой Спуск Я туда не полезу Посмотрел И хватит После деревни Поехали с Дэвидом На водопад местный И вот по пути Такие виды На горы Наконец-то Сквозь облака Видно сами горы Очень красиво Вот еще одна Прекрасная гора По пути В общем И не хочется Останавливаться Но Ну вот вам еще Видов По дороге На водопад Дэвида рядом нет И он не орет Что Crazy Russian Разговаривает Сам с собой Вон он Ну вот Встретили Какой-то Небольшой Водопад Тут по дороге Но Судя по картинкам Это не совсем то Куда мы направляемся Там должен быть Побольше Ну что Я в хуе Что бы это ни значило Это бывшая Императорская столица Находится В самом центре Вьетнама В данный момент Я нахожусь Внутри Императорской цитадели Собственно Самая центральная Часть города После цитадели Поехал посмотреть Одну из Знаменитых Городских Пагод Но видимо Что-то я недопонял Когда читал про нее И ожидал Чего-то более Величества Оказался Вот такой Скромненький Домик Со свастиками Субтитры создавал DimaTorzok Поехал Поехал сегодня на экскурсию по гробницам И одна из первых остановок перед гробницами Это пагода Это пагода Тиенму 7 Уровни которой символизируют 7 степеней просветления в буддизме Ну вот прибыли на территорию первой гробницы Я честно говоря даже не помню чья это конкретно Очень жарко Не до этого Но по сути не важно Вот Ну так Интересно Интересно пока Ну вот территория собственно Так называемой гробницы Комплекса скорее Погребального Не слабо так В такой жить не грех Не то чтобы помирать Ну внутри вот так выглядит Внутренний дворик Внутренний дворик Еще один прудик и еще одно сооружение Территория А вот тут вот реально красивенько Мне нравится Приехали в следующую гробницу Опять же Не знаю еще чья это Но Выглядит посимпатичней Мне нравится гораздо больше Архитектура Вот Очень жарко Полез внутрь Вторая гробница Это уже я так понимаю Непосредственно Само сооружение Внутри второй гробницы Видимо Сам император Воседает Третья и последняя на сегодня Гробница Императора Тыдыка На этот раз я запомнил Уж более смешное имя у него А вот так делается Благовония Из такого вот Теста Сказали там смесь Санданового дерева Что там от него используют Кору Я не знаю Для корицы Ну и связующая Наверное что-то Вот так вот Просто все это делается Оказывается Тесто реально Прикольно Похоже на тесто Я пощупал Очень интересно Сегодня я прибыл на Хули фестиваль 2014 Со вчерашнего дня Идет в цитадели А так же На различных площадках По всему городу Сегодня я купил билетик Внутрь Довольно красиво По-моему здесь Внутрь По-моему здесь Внутрь 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 Прикольно Внутрь Прикольно Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Немножко от дороги в аэропорт в Бангкоке С красной бангкокской магистрали На этом мы заканчиваем наш репортаж До встречи в Москве Ну вот теперь действительно все Наконец-то я заснял этого прекрасного шиву в зале вылета аэропорта Сумонакум Бай-бай, Дайланд До скорых встреч